ребята всем привет очередной ролик с нашего объекта находится в ленинградской области и не буду задерживать пойдемте все покажу и все увидите пойдемте так ребят давайте пройдемся по кругу дома потом уже полезем на крышу чтоб максимально осветить объект лёх поздоровайся самого маленького запустили под карниз значит металл на этом объекте бельгийский арселор вот название кварцит промат 05 толщина и здесь покрытие не просто цинк алюцинк смесь алюминий с цинком вот так что как то так значит у нас лобовая доска фронтоны все зашиты декором через рейку объемную и сейчас я побыстренько вам покажу вокруг обойду так это все смотрится вот у нас уже везде обшиты эти фронтоны и лобовые декором остался вон такой кусочек на этом козырьке ну и пойдемте посмотрим на этот домик красивый как-то вот так вот множество здесь интересных узлов к сожалению меня сюда нет времени приезжать часто чтобы снимать узлы как делается поэтому как то вот так вам покажу и потом уже на крыше заберусь и покажу вам поближе вот значит здесь фронтоны тоже все отшиты далее здесь будут карнизы подшиваться доской или софитами пока еще не решили вроде как вот ну и как-то вот так вот это все смотрится сделаны отводящие фальцы вот на этих перерубах чтобы воду скидывала в желоб вот и пойдемте сейчас залезем наверх о сергеич поздоровайся рукой махнул такое все здесь вот еще мем рано не закрыто потому что здесь еще только недавно закончили корректировать вот этот карниз интересный получился как-то так ну и вот фронтон и пойдемте на крышу посмотрим и так значит интересный очень узел получился здесь вололе здесь уже какой день 2 сидит с этим узлом всякие переходы очень много всяких нюансов сделано здесь потом чуть подрежется вот здесь свернется радиусом здесь красивенько получится вот здесь завернется ну и пойдемте дальше посмотрим узлы так поднялись на самую верхнюю точку крыши самую центральную сейчас пойдем туда я буду потихоньку передвигаться здесь и снимать значит это скат уже готовы как я сказал есть фальц которые отводят воду оттуда снизу снимал показывал вот а листву надо будет убрать соответственно но я в каждом ролике говорю про то что желоба должны обслуживаться здесь есть деревья листья они будут вот так вот как он там желоба забивать поэтому до весной осенью залазить на крышу и обслуживать ну что пойдемте вниз за скат посмотрим поближе вон там особо ничего не смогу показать вам залезть там лоток примыкания с той стороны тоже самое то мы посмотрим вот на этих дармерах да скажем так должен стены желоба сделаны вот стекаются они все туда и уходит уже к лотку значит на всех козырьках здесь двойная лежачая подводка фальца выглядит вот так вот здесь скаты небольшие здесь будет снега зимой лежать много поэтому здесь желательно сделать двойную нежелательно я сказал даже обязательно сделать двойную подводку двойной фальц также он приходит в яндовый из тоже на с этой стороны со стороны козырька получается подводится на двойной фальц а уже со ската сюда уже через рейку там покажу я вам вот вот этот отводящий фальц воды сделанный чтобы вода отсюда шла сюда и уходил туда вот значит здесь будет вентилируемый конек на всех козырьках везде на этих плоткостях будут вентилируемый конек вот здесь уже заранее заготовлены вот такое окончание вот и потом уже здесь меточка стоит будут подниматься делаться каркас вен конька и уже монтироваться конечный вариант а вот здесь тоже самое тоже на двойная подводка здесь двойная подводка и уходит туда сейчас не спустимся посмотрим здесь у нас труба со скосами фальцами вот потом еще будет обшиваться и будет делаться колпак вот ну и давайте посмотрим здесь как сделано а вот поближе значит здесь у нас ендово получается и уходит желоб еще под этот карниз так вот и все сделано переход через ендово надо будет как-нибудь этот узел сделать на макете и показать как он делается там и хоть отгибается верно не видно ну вот это вот так вот все аккуратненько сделано пойдемте дальше здесь ендово тоже подведена на планку видно будет изначально лежит ендово вот она планочка вот здесь внутри под планкой и переходе есть герметик вот здесь лежит сух вот и уже подводка и завидно не видно будет есть небольшое расстояние где-то в 5 миллиметров для того чтобы при линейных температурных расширения металла было куда двигаться вот пойдемте туда спустимся мембрана разделительный слой здесь дельта терм то есть она выдерживает большую температуру металл нагревается и ну солнце очень горячим в эта пленка она удержит большие температуры вот здесь тоже самое узел ендово желоб также через рейку сук вот он переход через ендово посмотрим то есть так если вкратце сказать идет костыль там да внутри вот и должен чтобы здесь вода сливалась она чтобы желоб отсюда поднялся сантиметров ну на 15-20 на этот скат для того чтобы здесь потом можно было зафальцевать не двойной фальц и повалить вот так это работает здесь тоже самое что на том козырьке двойная подводка окончание здесь можно поближе посмотреть сделано вот так вот и на конвертике закручены все там не станет планочка ну и здесь тоже можно посмотреть там наверно не видно пойдем на стропилу вот и так вот вальцует все пойдемте к алексея сходим спустим как у него дела ну чё алексей расскажешь как там у тебя вот этот узел если можно посмотреть вот там да то есть вот он вот этот узел изначальная картина а а вот там внутри чтобы было понятно как сделано можно посмотреть сейчас там вот вот здесь все сделано конвертик конвертиком вот и потом уже есть так вот радиусом сведется и к ендову за него да алексей так или не так самого маленького в бригаде человека под карниз тоже фальцуют двойной фальц вот потом здесь получается станете ендово сфальцуются и уже от борт малый будет подниматься сергей еще чем-то скажешь как металл скажи саленец права лучше права короче не дальше и краска но царапки такое это закрашивается она будет купить коллектор ну исходим из того что есть вот не как сказал в начале к там стоял а пола для ската если вопросы будет задавать по поводу почему здесь еще не заката мембраны буквально недавно ты тузил был скажет так скорректирован вот поближе посмотри покажу здесь интересный узел будет тоже сводка двух ендов и еще и конек но это я потом приеду уже и конечный результат от сниму есть мусор действительно еще какой момент если с той стороны ендово приходят прямо единственно то есть она ответе с этой точки она раздваивается поток будет там вот сюда сюда и вот сюда уходить тоже такой интересный узел но все выполнимо все будет сделала как-то вот так ребят ну и ребят на этой ноте хочу в этом до свидания вот будем работать делать дальше заканчивать скоро уже снег морозы вот но мы родить еще это достанем вот крайне неудобно конечно коньки монтировать но не в таких условиях работали вот как то так продать конечно красивая всем пока до скорой встречи до скорой встречи